Здравствуйте, дорогие наши Козероги! Сегодня мы на картах Таро. У нас такие прекрасные карты Таро. Сделаем расклад и посмотрим, что же ждет, ожидает Козерогов в феврале месяце в 2020 году. Какой будет у нас прогноз для Козерогов. Итак, первая карта у нас на февраль для Козерогов. Первая карта. Первая карта у нас с вами выпала Тройка Жезлов, причем в перевернутом виде. Тройка Жезлов указывает в нас на какие-то проблемы, которые можно разрешить, если действовать здраво. Оставаться спокойными, главное держать мозг трезвым, холодным, разумным и сохранять собственное достоинство. Какие-то трудности, которые у вас могут возникнуть. Жезлов вообще это хороший знак. Это знак у нас с бизнесом, связанным с финансами. Жезлов описывает обычно потенциал, устремление и личные усилия, ведущие к успеху. Поскольку у нас с вами Тройка в перевернутом состоянии, то, дорогие Козероги, вам карта Таро хотят сказать, что у вас какие-то есть несогласованные совместные действия, которые могут привести к плохому результату, к плохим проблемам в коммерции. И, возможно, вы направляете усилия по ложному пути. Возможно, вы какие-то упускаете возможности, растрачиваете таланты. Поэтому вам нужно... Эта карта говорит, она предупреждающая карта, она говорит, что вы должны собраться с Духом и направить свои усилия в правильное русло. И тогда ваши проблемы останутся и трудности позади. Потому что Тройка еще говорит Шеслафа о том, что скоро все ваши споры и разногласия закончатся. Давайте достанем еще одну карту и посмотрим, что еще нам скажут карты Таро для Козерогов на февраль 2020 года. Четверка мечей. Вот смотрите, что происходит. То есть вы настолько... Как-то у вас, видимо, действительно с какими-то делами бизнеса, финансовыми будет какая-то неразбериха, усилия все-таки идут по ложному пути, и вы заболеете. У вас мечи, это у нас плохая масть, это всегда какие-то потери, растраты, и вам это приведет, видите, к болезни. Поэтому нужно в феврале месяце сосредоточиться и разобраться сразу вот в начале пути. Потому что Тройка Жезлов – это обычно начало какого-то нового периода, нового пути, новых возможностей в карьере, смелых инициатив, после которых приходит успешное завершение, вознаграждение, практическая помощь. Возможно, у вас на работе будут какие-то дополнительные люди, которые могут мешать вам. Также еще Тройка Жезлов может говорить, что вы на время какие-то, возможно, проблемы решите, но это на время, то есть, возможно, вы просто отодвинете решение этих задач. Поэтому вы, пожалуйста, сосредоточьтесь в этой карте, чтобы у нас не вызывать вот эту вторую карту. Карты Таро обычно все связаны между собой, они говорят, в принципе, правду всегда. И эта карта говорит, что вот эти вот несогласованные действия приведут к тому, что вам предстоит поработать, проработать свои проблемы и спланировать действия на будущее. Вам нужно одиночество и спокойствие, нужен отдых. Это карта размышлений, ночных и бдений, когда вы должны будете задуматься глубоко, уйти в себя, это похоже на карту Отшельник. Вы снова, чтобы снова устремиться к тем высотам, которые вы достойны, дорогие наши козероги, это вам нужен физический и духовный отдых, медитация, убежище Отшельника, изгнание, одиночество, отдых, уход, исцеление. В общем, у вас будет какая-то временная передышка от проблем, будет возможность отдохнуть, поправить здоровье, стряхнуть себя груз забот, напряженности, удалившись в какое-то уединенное место. Если вот вы сосредоточитесь, удалитесь ото всех, чтобы чужие слова, мысли, энергетики вам не мешали. Четверка мечей, вот как короткая интерпретация, это выздоровление от болезней. Вам предоставляется возможность в феврале месяце стряхнуть себя груз забот и напряжение. Нужно удалиться и отдохнуть. Так, не позволяйте, да, в феврале. Это не страшная карта, это не болезни, какие-то прямо ссоры и разборки с врагами, ни в коем случае. Это на самом деле одна из самых нестрашных карт в масти мечей. Она предупреждает вас о временной передышке от проблем, но передышка заключается в том, что вы должны немножечко побыть в одиночестве, все спланировать, все разобраться во всех своих делах козерожьих, чтобы у вас все шло правильно, так как и должно быть у козерогов. Вы очень умные, и у вас все должно быть идти правильно. И вы снова устремитесь к тем высотам, которых вы достойны. Вам нужно спланировать все. И далее карты говорят, что после этой передышки, обычно сейчас мы посмотрим, но обычно карты говорят, что после этой передышки вы еще больше высоты покоряете, еще выше взлетаете, и для того, чтобы подняться перед боем, всегда нужен отдых хороший. И для того, чтобы подняться высоко вверх, вы должны набраться сил. Вот здесь вам карты говорят, разберитесь в себе, в своих мыслях, в своих действиях, потому что это успешная карта на самом деле. И у вас все будет хорошо. Сбросится какой-то груз, который вас тяготит. Полежите, отдохнете, подумайте. Давайте посмотрим дальше. Что же еще ожидает козерогов в феврале месяце? Также говорит, кстати, финансово, что нужно экономить. Экономия навсегда идет рядом, у нас трата денег всегда идет рядом с какими-то проблемами, поэтому здесь экономьте, не растрачивайте лишние средства. Остороженность, осмотрительность, экономия. Это вот то, что вам сейчас необходимо по этой карте. Эта карта говорит, что ваши трудности позади, вы можете ожидать окончания, прекращения спора и бедствия, вот вы все обдумаете, и на некоторое время вам обеспечена спокойная жизнь. Ну вот видите, у нас опять выпала масть мечей. Это шестерка мечей в перевернутом виде. А в перевернутом виде шестерка говорит, что опять у вас возможно какие-то промедления, какая-то неподвижность, какой-то застой в делах. И если и будет какое-то движение, то ненадолго. И эта карта обычно говорит, что нужно смотреть проблемы в лицо, потому что временные нерешительные меры, вот как здесь вот отпустят на время, они могут привести к ухудшению ситуации надолго. Трудности останутся, проблемы же никуда не уходят, если мы ее откладываем. Нужно осознать и разрешить коренную проблему, прежде чем двигаться дальше. В общем, давайте посмотрим, что еще вам скажет карта для Козерога на февраль. Также в перевернутом значении у нас эта карта шестерка мечей означает открытие истины. Возможно, вы узнаете каких-то врагов, которые у вас были за спиной, обнародование каких-то секретов, чьё-либо признание, исповедь. Возможно, даже на личном фронте, любовном, там, возможно, тоже страсти протекать, тоже могут быть любовные признания или какие-то сюрпризы. Все эти карты говорят, что нужно смотреть в лицо проблемам и их урешать, не откладывать, не стараться как-то по чуть-чуть решить и отложить, потому что она будет как снежную комнату накапливаться. Давайте еще достанем одну карту для вас и посмотрим. Ну вот, выпала карта у нас высшая арка тринадцатой. Называется карта смерть. Резкая перемена, конец текущему положению дел. Это когда случится, вот-вот случится большая перемена в вашей жизни, хорошая или плохая, но ее не избежать. Эта карта хоть и символизирует позицию трансформации в духовном усовершенстве, но в принципе она такая, что-то вы вот рубанете раз и навсегда. Отказ от старых идеологий, от прежних действий, перемены в жизни, переход одного способа существования к другому способу существования. Мы, возможно, какой-то переезд, возможно, вы рубанете с кем-то взаимоотношения, раз и навсегда, и не будете к этому вообще никогда возвращаться. Это что касается и финансового планета, то есть и работы, и личных отношений. На самом деле, вас не должно это пугать, карта, это не смерть, в прямом смысле смерть. Это карта 13 аркан. Число 13, оно не является несчастливым, несчастным. Оно символизирует трансформацию в материальном плане, обычно перемены к лучшему и перерождение, связь между тем, что есть, и тем, что будет. Вы посеяли свое семя, оно взошло, и время пожимать плоды. Вы получаете то, чему научились, и переходите на следующую более высокую ступень. И здесь вот как раз в этой аллегории существует такая, в любом случае присутствует вот этот вот переход из одной, из одного начала в другое. То есть вы что-то закончите, закройте дверь и начнете что-то совсем другое, что-то новое. А то, что вы закончите, вы рубанете и не будете к этому возвращаться. Вот о чем говорит эта карта. Она символизирует конец прежним связям, прежним отношениям, полная перемена жизни, переход от одного существования к другому. Ну, козероги. Давайте посмотрим, что же еще ожидает вас в феврале. Карта говорит о полном разрыве из прошлого. Отказ от старых идей, от прежних действий, перемена жизни, переход от одного способа существования к другому. конец прежним связям, взаимоотношениям. Какая-то полная трансформация у вас, дорогие козероги. И выпадает вам пятая карта туз-чаш. Вот такая вот карта. Туз-чаш. Вообще, чаша очень хорошая мазь. Туз-чаш, туз-кубков. Нам говорит о эмоциональном росте, зарождении возможного, новой любви, радости, счастья, изобилия, хорошего взаимоотношения. Если вы занимаетесь творчеством, то это вот прям замечательная карта для творческих людей, как зарождение творческого такого сильного стержня, которое будет плодородить и приносить вам счастье. Счастье, исполнение желаний, может быть, брак, может быть, рождение ребенка. Вообще, туз-кубков означает вам новые возможности. То есть, скорее всего, дорогие друзья, наши дорогие козероги, вы все-таки как-то переродитесь, переосмыслите свое существование, отплывете от него, от прошлых, прежних проблем, переосмыслите все, как говорят, переродитесь. Душа умирает, рождается заново, так и вы переродитесь именно в этом смысле и у вас ждет успех. Туз-кубков символизирует очень хорошую карту, символизирует плодородие, веселье, брак, партнерские отношения. Также все эти взаимоотношения с людьми принесут вам большую пользу. Возможно, какая-то большая искренняя любовь вас ожидает. потому что вода в тузе кубков символизирует женское начало, она чувствительная, то есть с чувствительностью, с самопознанием, с интуицией, с творческой, умственной деятельностью, начало какой-то любви, может быть, бракосочетания, скрепления союза, эмоциональный рост, искренность, радость, изобилие, счастье, хорошие творческие возможности, символ счастья, исполнение желаний, брак, рождение детей. Так что, дорогие козероги, я желаю вам в феврале месяце не болеть, не изводить себя какими-то проблемами, а действительно уходите от них, переосмысливайте все, и вам жизнь принесет хорошие положительные результаты, это очень хорошая карта, это замечательная карта, а переосмыслить придется, потому что эта карта высшие арканы, она, так сказать, от вас сильно не зависит, она все равно исполнится, все равно вам придется в чем-то разобраться, в себе поковыряться, разложить по полочкам, решить, это нужно, это не нужно, и принять для себя решение, а вообще вы знаете, сейчас наступает у нас в феврале уже вступает в силу год металлической крысы по восточному календарю, если говорить про восточный календарь, то вот эта металлическая крыса, она и знак металла, он вступает на два года, крыса на год, а металл на два года, и вот это сочетание металлической крысы, она всегда говорит о том, что нас, всех знаков зодиака, неважно кто мы, будут нас беспокоить какие-то перемены, мы все начнем пытаться что-то резко поменять в своей жизни, изменить может быть стиль жизни, может быть какие-то вредные привычки избавиться, может заняться каким-то спортом, может быть поедем куда-то в отпуск, где никогда не были, когда никуда не ездили, но абсолютно точно вам захочется всем что-то поменять, либо какой-то расклад на работе, либо сменить саму работу, либо сменить и переехать в другой дом, то есть вот это вот неспокойство, желание изменить, оно будет проскакивать у всех знаков зодиака, и уже кто-то начал, уже кто-то почувствовал какие-то знаки зодиака, какие-то люди уже на себе это почувствовали, а кому-то вот как раз эти перемены предстоят, так что дорогие мои козероги, февраль у вас мощный месяц, я смотрю, не бойтесь его, вперед с открытым сердцем, с чистой душой, вы очень умные, очень трезвые люди, и вас ждет успех, успех, эмоциональный рост, любовь, радость, изобилие и счастье, всем пока и до новых встреч,